Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала, с вами Виктория Снежная, и вот это мы с вами будем рисовать в этом видео. Правда, конечно, не весь процесс, потому что он был очень кропотливый, и я также в этом видео поделюсь с вами своими фишками и секретами, когда я рисую вот картины по номерам. Так что, если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Как я вообще рисую картины и какая моя методика, какая техника? Значит, все картины подобного плана это скорее легкий такой намек на импрессионизм, то есть вблизи ты рисуешь пятна и отдаляясь ты видишь, как эти пятнышки складываются в единую картину. Мой муж, например, предпочитает больше реализм, а для меня реализм слишком сложен, я вряд ли когда-то смогу нарисовать именно реалистичную картину. Значит, такие картины как раз-таки близки к тому, что я могу и то, что мне нравится, и я предпочитаю начинать такие картины с самых больших пятен. У меня есть одна работа, которую я сейчас делаю, и на ней отчетливо видно, что самые большие пятна раскрашены уже. Они уже готовы, и дальше остается мелочевка, ну и еще несколько больших пятен. И сложность таких работ заключается не просто в том, чтобы нужную кляксу, нужный ореол закрасить соответствующим цветом, а сделать так, чтобы не было видно, что это картина по номерам, чтобы была хотя бы хоть какая-то иллюзия того, что это нарисовано собственноручно, а не по схеме. И в этом есть определенная сложность, потому что нужно растушевывать границы, плюс еще у акрила есть такое дебильное свойство, что при высыхании он оставляет светлые кусочки холста, маленькие-маленькие пиксельные точечки, и это очень раздражает. Издалека этого не видно, но вблизи это очень даже бросается в глаза, когда ты об этом знаешь, и это подбешивает. Вот. Так вообще процесс рисования, он достаточно увлекательный и интересный, и я получаю огромное удовольствие, работая с цветом. Но есть вот такие вот художественно-профессиональные мелочи, которые вот прям вот жить спокойно не дают. Также из вещей, которые не дают спокойно жить, это осознание цвета. Когда ты смотришь на картину и смотришь на то, что должно получиться, как правило, на коробках есть вот такая вот наклейка с тем, что ты вообще рисуешь, возникает некое расхождение твоего восприятия и того, что хотел сказать изначальный автор картины. Например, ты такой рисуешь, вот эту вот дорогу, да, и когда ты красишь серым, желтым, каким-то приглушенно-сиреневым, тебе кажется, что, ну да, эти цвета, в принципе, могут быть на этой дороге. Но когда внезапно у тебя посреди дороги пятно красного или пятно голубого, вообще одно маленькое, это очень сильно озадачивает, и возникает вопрос, все ли нормально вообще. Но потом нужно просто с этим смириться и принять, ты видишь, что, да, это хорошо сюда вписывается, так на самом деле и должно быть. Или же ты такой, нет, я все-таки не согласен с автором, и надо его перекрасить. И сложность еще вот таких вот работ не столько в количестве цветов. Почему-то, вот знаете, на этих наборах постоянно вот здесь внизу пишут количество цветов и сложность, которая зависит именно от этого. То есть вот здесь 27 цветов и это троечка, а я рисовала Кинкейда, там было 31 цвет и пятерочка. Вот нифига, чуваки, не от цветов зависит эта тема, это зависит от, ну на мой именно взгляд, от микроскопичности закрашиваемых вами кусочков. Так должно быть. Вот. Почему они оценивают это по цвету, я не знаю, я не вижу в этом прямой взаимосвязи. Потому что цветов может быть много, но тебе нужно красить там огромные куски, да, и сложности в этом нет. А когда у тебя, как вот здесь вот, например, город, который состоит из кучи просто вот циферок, маленьких точечных прорисовок, вот это, да, это тратит очень много вашего времени. И это действительно тот самый сложный момент, который должен что-то значить. Мне понравилось рисовать эту картину. Я рисовала ее где только можно. Она была и на пляже со мной, и в отпуске со мной. По чуть-чуть, по чуть-чуть я ее подрисовывала. И также, кстати, одна из фишек, чтобы работа выглядела законченной, это прокрашивать вот эту вот боковину картин. Я это подсмотрела в одной, как это правильно сказать, в одной кофейне. У них на стенах висели работы такие, ну, подобного плана. И я заметила, что рамка некоторых работ прокрашена, и это выглядит очень хорошо и закончено. В итоге картина прям кажется такой, ну, целостной. Это здорово. Надо будет в своих предыдущих двух работах прокрасть эту рамку, потому что вот в третьей работе я это уже делала. Это вот моя, получается, четвертая работа. Что потом делать с этими картинами? Честно, не представляю. Ну, помимо того, что это можно повесить дома. Как подарки, наверное, как дополнение к подаркам, как, знаете, подарок для, может, каких-то заведений. И почему нет. Главное то, что при том, что вы рисуете эти картины, у вас возникает чувство самоудовлетворения. Вы оттачиваете свои навыки. Да, может быть, не в полной мере, как если бы вы рисовали это с нуля. Но в то же время вы понимаете работу цвета, вы понимаете, почему автор решил сочетать те или иные цвета. Вы как будто прочувствуете картину, если подходите к этому вопросу более осознанно, а не просто там красный, там зеленый, все готово. Так что это творчество, оно имеет место быть. Оно не так легко, как это может показаться. Ну, то, что как раскраска, да, типа, ну, что сложного. Нет, есть свои определенные сложности, но это, конечно, процесс приятный. Да, кропотливый, но приятный. Это, знаете, как вышивка, да, одним нравится, другим нет. Вот что-то в этом духе. Вот мне пока вот это творчество весьма нравится. Спасибо большое за просмотр этого видео. Хочу сказать, что эта картина торговой марки цветной. У них вообще очень огромный спектр товаров для творчества. И эти ребята поставляют свою продукцию во всевозможные магазины. И именно эта картина из магазина Art Elite. Вот, это если кого-то заинтересовала вот эта Венеция, Италия, мало ли хотите нарисовать именно ее. Все ссылки будут внизу в описании, поэтому зайдите, посмотрите, если вам это нравится. Так же, как и мне. Все, спасибо большое за просмотр, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok